Снова здравствуйте, дорогие мои! Видите, приходится у меня камеру все-таки даже не в штатив сначала вставлять, а вот так вот, да, для того, чтобы вы поняли, какое количество посылок набралось. Возвращаем ее в штатив и начинаем распаковку. Итак, да, в кадр не лезет, посылок реально много, то ли еще будет, да, сейчас приличный достаточно объем их идет. Я вот смотрю на всю эту гору, ну, не совсем понимаю, как ее распаковывать. Посему к вам сразу будет вопрос. Ребят, да, то есть вот если у меня повторно будет такая ситуация, когда вот гора и не влезают они, да, и соответственно, видео получается большим, а что мне делать? Разбивать на несколько видео, ну, например, на два, а либо, ну, на самом деле так вот большим видео и все это дело выкладывать. Поэтому очень важно ваше мнение, видео делается для вас, выскажите его. И совсем забыл, для тех, кто на моем канале впервые, меня зовут Михаил, канал Картавый Блогер. Начинаем распаковывать. Папара-парапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап из трех этой модели, которые попробовали в какую-то пупырку положить, при всем при этом пупырка полностью пролопанная. Итак, полопал я оставшуюся пупырку, давайте посмотрим, что у нас пришло. Почему я сейчас заглянул вовнутрь, потому что бывают старые запасы, когда к этому телефону идет не силиконовый бампер, а чехольчик такой с окошком. Телефон золота, очень хорошо подойдет вам, если вы цыган. Если вы не цыган, то осторожно смотрите, чтобы вас цыгане его не утащили. Ну и вороны заодно, если летают, будьте осторожны, потому что на такие вещи они прям падки. Значит, на данный момент этот телефон стоит 3700 рублей, при всем при этом разбирают их прям вот очень-очень-очень-очень быстро, потому что телефон очень хорош, вот сейчас был белый, он на распаковку даже не попал, потому что человек пришел и говорит прям отдай, хочу, нету сил ждать. Я говорю, слушай, ну давай распакую, буквально прям вот через чуть-чуть. Нет, хочу немедленно, ну немедленно так немедленно. Долго распинаться о нем, ну не вижу особого смысла. Характеристики вы можете посмотреть в описании у продавца. Простой бюджетный телефон, две сим-карты, аккумуляторы две с небольшим тысяч. Теща отдал, теща довольна, то есть, ну как бы проблем с этим телефоном вроде как бы нет, да, в руке держится очень даже по сравнению с теми ужасами, которые бюджетные продают у нас в салонах связи, да, ну это просто бомба. Данная модель есть в трех цветах, белый, золотой, серый. Все три цвета я пытаюсь держать в наличии, пока плохо это получается. Это телефон как раз из тех, которые вы можете заказать у меня, я вам их отправлю, ну если он в наличии есть, в течение там суток, и он до вас быстренько добежит. А цена будет продавца, плюс стоимость пересылу, да, Почта России это приблизительно 300 рублей. Очень интересный. Ну как она интересна на самом деле для меня. Заказал человеку телефон, на телефоне была написана отправка в течение 24 часов, телефон достаточно дорогой, очень мощные характеристики. Помимо телефона, вот к нему были заказаны быстрые зарядки и были заказаны, там еще кое-какие расходники. Одна из быстрых зарядок у меня в руках, а телефон мне до сих пор не отправили. То есть это, даже не знаю, не буду я, наверное, говорить, потому что не хочу я это видео убирать в уголок подонка. Вот, в общем, он мне сначала неделю динамил, потом сделал вид, что отправил, дал левый трек, потом написал сказку о том, что где-то что-то на таможне завернули, неизвестно, когда он вернется назад, возьми розовый. Да, вот я с ним до сих пор общаюсь, он мне его до сих пор не отправил. Ну, то есть, ужас. Значит, данный адаптер, сделал я, наконец, обзор на адаптеры, скоро он будет выложен, вполне возможно, в правом верхнем углу кнопочка информация, а уже есть ссылка на него, что он из себя представляет. Ну, если так вот быстренько сказать, да, то он может заряжать 5 вольт 2 ампера, 7 вольт 1 и 8 ампера, 9 вольт 1 67 ампера, 12 вольт 1 25 ампера. Телефоны, которые поддерживают функцию быстрой зарядки 2.0, ну, для них он подходит. В любом случае, удобный, есть цвет черный, есть белый, размер небольшой, цена, ну, вполне приемлемая. Ссылка в описании к видео есть. Так, давайте дальше. Ну, все, безобразие просто, это обыкновенный перманентный маркер, при этом с этой стороны у него, видите, как он тоненько пишет, ну, практически как шариковая ручка. Видно, нет? Не хочет, не хочет по какой-то причине камера на него наводиться, ну, в принципе, понятно, да? А с этой стороны, ну, на фломастер, примерно вот размер фломастера. При этом заявлен как перманентный, не, смотрите, да, вот тоненький, прям, ну, не хочет стираться, толстый еще пока стирается. Видимо, подсохнуть нужно, я говорю, спиртовой он есть, не ошибаюсь, перманентный маркер. Стоит недорого, с двух сторон вещь удобная. Так, едем дальше. Едем, 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 едем. Куда едем, даже не могу понять. Так, ну, давайте, наверное, откроем вот эту посылку. Вы знаете, таких желтых пупырчиков я еще не встречал. Такое ощущение, ну, их, правда, намотано, видите, сколько. Такое ощущение, что они какие-то бушные. Толку от них нет. Вот, смотрите, на всю эту толщину нажимаю, и ничего не хлопается. О, один хлопнул. То есть, вот, реально пупырчиков там нет. Пупырчиков там нет, но при этом коробка осталась целая. На кой лят мне вот эти иероглифы, я не понимаю. Для надписи о том, что сними бумажку с батарейки, ну, я ее все равно не прочитываю. Ну, да и ладно. Значит, это у нас BlackView Ultra. По внешнему виду это точная копия шестого айфона. Четырехъядерный процессор, 1,3 ГГц, камера 5,13 Мп, microSD до 32 ГБ, поддержка карт памяти, 1 ГИК оперативки, 8 ГБ стройки. Две симки, GPS от GPS. Сзади можно использовать тыльную крышку, там, ну, она как сенсорная получается. Есть радио, есть плеер, поддерживает Wi-Fi. Удивительно, телефон поддерживает Wi-Fi. Ой, Господи, что боже мой. Когда последний раз видите телефон, который Wi-Fi поддерживает, это же удивительно. Значит, пишет он тут что-то такое, там, тра-та-та, поставь мне 5 звезд, я весь молодец. Я тебе положил пленочку, я тебе положил силиконовый бампер, я по непонятной причине открыл адаптер, да, я не вижу от него пакетика, но я положил наушники и я положил зарядку. За это поставь мне 5 звезд. Может быть, и есть за что поставить, может быть, нету. Телефон дополнительно в пупырышках, пупырышки в этом случае хорошие. Прям чпок. Как говорится, чпок. Ну, смотрите. Вот эта вот часть как раз и есть у нас сенсорная. Ну, немножко он, наверное, потопорнее будет, чем iPhone. Включить я его сейчас не смогу, потому что, да, мы помним, на аккумуляторе защитная пленочка. Если убрать его в кейс, да, чтобы не было надписи «Видно Black View» и вот эту вот рисунку, то, наверное, от шестого iPhone он будет мало отличаться. Ну, можно будет попробовать там, не знаю, изобразить из себя мажора, не мажора. Кто у нас сейчас ходит? Да все, кому не лень сейчас ходят с шестыми и седьмыми iPhone'ами. Не знаю, может быть, количество почек надо пересчитывать. Может быть, не надо. Может, просто у людей денег много. От вас, ребят, вопрос следующего характера, да? Ну, цену вы можете посмотреть в описании. А вопрос следующий. Интересна ли вам эта модель, да? То есть, сделать ли мне на нее более подробный обзор, отдельное видео. Раз. А держать ли мне эту модель регулярно, да, в наличии. Может быть, она вам нужна. Может быть, вы там занимаетесь перепродажами и вам будет удобно у меня ее брать с быстрой доставкой. Есть у вас интерес к этой модели или нету? Так, давайте дальше. Ой, видите, я не поставил. Давайте вернем назад. Вернись. Безобразие. Примитивная вещь. Это адаптер для симок. Несмотря на свою примитивность, вещь очень полезная. То есть, если вы, например, взяли и перешли на телефон, который поддерживает наносимки, обязательно закажите ее, потому что, когда при стечении какого-то времени вам вдруг понадобится переставить в симку в не нано, а микро, да, либо полноценную, то этот набор вас выручит. Стоит он там что-то в районе 10, 12, 15 рублей с бесплатной доставкой. То есть, это абсолютно копейки. Ушли на нано. Обязательно иметь. Иначе потом будут проблемы. Ну да, больше о нем рассказывать-то и смысла нет. Давайте дальше. Я не знаю, за что хвататься. Битком все набито. Давайте схватимся за вот эту вот. За вот этот. Вот этот тот. За вот эту вот. За вот этот. Этот. Ну, вы знаете, мне это даже больше нравится, чем предыдущая шапка, которая ко мне приходила. Давайте понюхаем, как обычно. Нет, не пахнет. Это обыкновенные вязаные нитки. И, значит, что она из себя представляет. Шлем и забрало. Ну, забрало, как правило, насколько я помню, вот так вот держит все сверху. Значит, я сейчас пойду, наверное, сфотографируюсь в этой ерунде. Может быть, сфотографирую Владимира Михайловича. Не знаю. И попробую это фото предоставить человечку, который обрабатывает видео. И он это добавит. Если он это добавит, то вы это сейчас увидите. Да, я сейчас померил. На мою большую голову налезает. Будем думать, чье фото вставить. Шапка на самом деле классная. И прикольная. Так, значит, вот такая маленькая коробочка предыдущего видео. Если вы видели, то... Опять я, да, говорю, когда не надо. Если вы смотрели предыдущее видео, то вы видели этот товар. Вещь очень интересная. При этом, смотрите, да. Опять все это дело порвалось. Продавец положил нам подарок. В этот раз это уже снежинка. В прошлый раз это было что-то другое. Но зато мы можем увидеть, как выглядят розовые часы. Ну, давайте вкратце скажу, что они из себя могут. Потому что более предметно. Ну, во-первых, надо мне определиться с поставщиком. Да, то есть эти часы я брал не себе. Следовательно, раз я их брал не себе, я не могу их помучить, потестить полноценно. Раз я не могу их помучить, потестить полноценно, я не могу вам сказать, насколько они хороши. Пока скажу предварительно, что они могут. Они могут сообщать вам о том, что часы сняты с руки. Ребенок снял, и вам пришло сообщение. Вы можете смотреть, где он находится. Да, то есть в часы вставляются сим-карта. И внутри есть GPS-датчик на улице. Точность хорошая. В помещении точность может хромать. Далее ребенок может вам звонить. Может по этим часам разговаривать. И дополнительно вы в любой момент можете включить, послушать, что вокруг него происходит. Да, то есть включится динамик, вы сможете прослушивать вашего ребенка. Вещь крайне интересная, но надо тестить. Скоро у меня придут свободные часы, которые мне не надо отдавать. Я их начну тестить. И поэтому жду от вас, да, вопросы, что вы про них хотите знать. То есть какой аспект надо в тесте этих часов учесть, чтобы полностью вам предоставить необходимую, интересную для вас информацию. Так, давайте дальше. Так, упаковали хорошо. Вопросов абсолютно никаких. Нигде ничего не помялось. Да, внутри валик находится. Даже вот не знаю, как это у меня вот. Давайте знаете, как сделаем? Она очень хорошо упакована. По этой причине я ее вскрывать не буду. Ее у меня заказывали, воспользовавшись услугой, бесплатный посредник. То есть я ее заказал. По идее должен был бы открыть. Ну, кощунство ее открывать, да. Я это передам человеку, который заказывал. Он откроет и оставит свой отзыв, да. То есть делает фотографии этого предмета, а это наклейки декоративные. И вместе с отзывом оставит все это дело в моей группе ВКонтакте. То есть вы заходите в группу, вступайте в нее. И скоро вы будете видеть отзыв об этом товаре, ну и о других в том числе. А я это просто убираю. Если вы хотите услугу бесплатный посредник, ну, живете рядом, обращайтесь, чтобы на почте времени терять. Так. Вот для чего я вот это хорошо сохраняю. Потому что в этом же вполне возможно мне придется отправлять телефон. Почтой России. Опять же, у меня на обзоре этот телефон был. Это второй телефон. Значит, в данный момент у меня есть синий. И теперь у меня есть золотой. Кто бы телефона получает, что синий, что золотой в наличии. Если вдруг вы их хотите и не хотите долго ждать с Китая, с Китая бывает идет до месяца, а то и больше, если не потеряется, вы можете заказать у меня, воспользовавшись услугой. Товар в наличии по цене продавца. Опять же, если вам вдруг интересно предметней про этот телефон, ну, можно посмотреть предыдущую распаковку. Ссылочка должна быть правый верхний угол. Там немножко про него побольше рассказано. Плюс, можно написать мне в комментариях и, ну, если телефон реально интересен, я попробую сделать на него обзор. Так, надо опять менять аккумулятор, а то аккумулятор опять сдох. Как меня этот аккумулятор задолбал? Хотя, может быть, получится распаковать. Значит, продавец реабилитируется в моих глазах, потому что у него была интересная упаковка. Он ее присылал, сбоку вставлял палочки. Потом какое-то время стали приходить просто, да, стекла в пакетике. Теперь он в пенопласте шлет вот такие вот конвертики. Ну, единственное, зачем ты это подписываешь? Ой, китайский, китайский мой друг. Если вдруг ты смотришь это видео, вот так делать не надо. Да, если ты делаешь таким образом, ну, с одной стороны, ты молодец, ты пометил, но с другой стороны, вместо хорошей розничной упаковки, получается какая-то чушь и ересь и билиберда, как будто кто-то что-то дешевенько сюда подзасунул. Не надо так делать. Вообще, такое ощущение, что у них Мао Цзэдун или кто у них там сейчас есть-то, да, дал задачу, что, ребят, надо максимально пенопласт пихать куда ни по пути, потому что пенопласта, видимо, у них там много в стране, и вот надо от пенопласта избавляться. Это у нас стекло на А8. Опять же, тоже хорошо, да? А, с новой нынешней бумажкой. Ну, вы знаете, да, однозначно продавец худо-бедно в моих глазах реабилитировался. Это, конечно, не предыдущая упаковка, да, это немножко попроще, но при всем при этом это, ну, вполне неплохо, да, то есть в моем случае я перепродаю эти вещи, поэтому мне, ну, используя вот такие вот пластмассочки, я их подпишу туда, положу стекла, да, и путаться я не буду. А с телефоном так гораздо компактнее все это дело передать. Значит, комплектует он такими вещами, это пылепоглотитель наклейки, сухая тряпочка и спиртовая салфетка для протирки. То есть в комплектации все хорошо, в этом отношении вопросов никаких нет. А я уж прям вот чуть не распрощался с этим продавцом. Снова можно заказывать. Коробок становится меньше. MJ, ты лапушка, не прошло и года, ты начал класть нормальные адаптеры. Первые лежат нормальные, не адаптеры, адаптеры-то и были нормальные, да, начал класть нормальные переходники. То есть это прямо уже не стыдно, не страшно, не страшно засунуть в розетку. Правда, телефон подорожал практически на 30%, но это не из-за того, что он стал класть адаптеры. Lenovo Вайпшот, ну если кратко, да, полностью европейская прошивка, никаких проблем. Вставили, симки вставили флешку, пользуйтесь, да, сразу прилетает обновление по воздуху. Камера 16 мегапикселей, в отличие от 13, ну она достаточно интересная, хорошая. Правый верхний угол идет ссылка на видео. У меня есть раздел Lenovo Вайпшот, и там показано и исходники фото, насколько он хорошо делает. И там какие-то к нему аксессуары, то есть если вам этот телефон интересен, зайдите туда. Насчет будет ли он у меня в наличии, вопрос. Он просто, ну, стал как-то дороговато стоить, вот белый у меня сейчас есть. Если нужен, ну не знаю, сколько он у меня пробудет. Вроде в пути больше нет. Давайте дальше. Сейчас батарейку только поменяю. Так, продолжаем. С надеждой я заглядывал в пакет, думал, вдруг там будет какой-нибудь подарок. Угу, разбежался, дорогой. Подарок тебе. Может быть, я не буду открывать. Так, по описанию продавца посмотрим, что здесь должно быть. Спасибо, что выбрали Blitzwolf. Не так давно я про эту марку не знал вообще. Значит, что у нас есть? У нас есть, видимо, для соединения проводного и для зарядки. Да, два проводочка у нас есть. Давайте посмотрим поближе. Ну, вы знаете, по... Даже можно устанавливать на какие-то там штативы, на какое-нибудь оборудование. Значит, вот здесь вот у нас прячется для зарядки и для соединения. Спрятали, убрали. Опять он у нас стал благостойким. Включить попробуем. Включился, замигал. Давайте попробуем соединить его, наверное, с телефоном. BF-F3, это, наверное, и есть Blitzwolf. Давайте попробуем соединиться с ним. Соединился. Да, то есть соединил я в данный момент с моим телефоном. Попробуем, наверное, включить какую-нибудь музыку. Ну, с телефона можно регулировать громкость. Да, это точно хорошо. Давайте сделать, попробуем потише. Посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, смотрите, мы можем с помощью него ставить на паузу, а также включать. Блин, ребят, я реально тащусь с этой ерундистики. Она великолепна. Она выдает влево и вправо, да, в обе стороны она выдает громкость. Ну, это просто шикарно. Просто шикарно, помимо прочего. А можно еще делать такую вещь, как там звонить с нее. Вот, например, давайте позвоним в 100. Точное время 15 часов. 33 минуты 30 секунд. Вот я, к сожалению, не знаю, где здесь микрофон, да. То есть, можно ли с помощью нее разговаривать по телефону. Очень, к сожалению, я, наверное, ее отдам. Ну, ее заказывали, да, по услуге бесплатный посредник. Я, скорее всего, ее отдам чуть раньше, чем смогу делать тесты. Но вполне возможно, я себе такую вещь возьму. Почему я это сделаю? Ну, смотрите. Она влагонепроницаемая. То есть, там, ну, какой-то дождик для нее не страшен. Здесь пройдет вниз, да. Здесь все прорезинено, все закрыто. Можно там на велосипед повесить. Можно взять на рыбалку. Можно взять в поход. Аккумулятор, по отзывам, мощный достаточно. Громкость вы слышали, да. То есть, ну, взять с собой, не знаю, там, на шашлыки, да. Закачать чего-то в телефон, а можно и не закачивать. Можно взять, там, открыть ВКонтакте, и там будет твоя музыка. Там, открыть какие-то, там, другие вещи. Опять же, там будет твоя музыка. Интернет в лесу есть. Ну, есть. Это не совсем какая-то тайга глухая, да. И вы всегда сможете быть с музыкой. И медведям будет весело, и легко вам, вас найти, чтобы полакомиться вами. Смело рекомендую. Мне очень понравилось. Ну, единственное, ценник, конечно, достаточно такой серьезный, но сделано добротно. Мне Блиц Вуз понравился. Так, давайте продолжим. Ребят, очень, очень добротно сделанная упаковка. Да, великолепно все это дело упаковали. Пришло непомятости, ничего нету. Не знаю я, как правильно это называется, да. Блю Едио. А в нашем случае, да, я сейчас распакую два варианта. БС-3 и БС-2. По-моему, они в разных цветах. Это вот будет их основное отличие. Как же тебя правильно открыть-то? Прям просто не хочу упаковку портить. Все было гораздо проще. Мы сначала снимаем верх. Это чтобы вы, как я, там, несколько минут не мучились. Так, а вот с этим что дальше делать? Верх мы сняли. А дальше чего? О, а дальше все делается вот так. Видите, здесь на магнитике. Да, мы вот так вот открываем. Снимаем блестящий блистер. Давайте посмотрим, что у нас прячется здесь. Здесь у нас прячется следующая вещь. Зарядка заряжается от кабеля microUSB. Это удобно, да. То есть, вот у меня, например, если использовать ее для компьютера, у меня USB-шка торчит на столе. Да, то есть, от нее я смогу ее зарядить. Кабель для соединения. Да, мы видим две полоски. Значит, ну, это только громкость. А для соединения ее с компьютером, ноутбуком, там, чем-то еще, что использует данные 3,5-мм выхода. С помощью этого кабеля можно и с телефоном, наверное, соединить без блютуза. Так, давайте посмотрим, у второй какой цвет. Значит, смотрите. Вот наше отличие. Черное и серебристое. Серебристую мы уберем. Дальше не будем ее предметнее рассматривать. Опять методом научного тыка. Давайте попробуем ее включить. Power on. Power on. Power on. КДЛ. 808. Наверное, КДЛ это и есть. Ребята, я так не играю. О. Взяли, прислали мне севшую колонку. Ха, блин. Я так хотел сейчас прям показать, как она тут будет бла-бла-бла. Баляк-баляк-баляк. И она пришла. Смотрите, что-то она. Может, тогда ее не видит у меня телефон. Нет, не севшая. Видимо, придется читать инструкцию. Офи. Офи. Я верю в то, что вы, как и многие другие русские люди, впервые видят такую вещь, как инструкция. Вот она, оказывается, есть. Пришлось мне ее доставать. Правда, на русском языке здесь ни слова. Когда включаем, оказывается, надо подольше подержать, чтобы пошел поиск. На всем понятном английском языке, говорит, я подключен. Подключен. Давно я не слушал музыку. Немножко подоглох. Но все равно большую сейчас распакую. Большую упаковочку сейчас все равно распакую, и мы ее послушаем. Смотрите, у большой. В чем отличие, здесь еще есть отдельно в упаковке какие-то, видимо, инструкции. И точно так же кабель для зарядки, также microUSB, и кабель для сопряжения через стандартный аудиовыход. Единственное, нету уже, как на... Что я наделал? Порвал пленочку. Как на предыдущей, нету блистера. Хотя, как нету? Вот он. Есть. Все шикарно, все хорошо. Плюс здесь даже кнопок побольше. Здесь еще есть кнопка M. Не знаю, для чего она нужна. Давайте попробуем соединиться. Мы соединились. Давайте глохнуть. Ха-ха-ха! Вы знаете, мне очень нравится, как они звучат. Давайте, наверное, что-нибудь из старого. Хе-хе-хе-хе. Ребят, штукенция громкая. Ушки немножко у меня уже болят. Уй, давно я не слышал громко музыку. Ценник... Ценник достаточно приятный. Плюс однозначно какой, да? Не знаю, насколько вот кнопка 3D делает лучше, хуже, там, что-то еще. Какое-то количество времени у меня эти колонки побудут. Судя по всему, одну из этих колонок я себе поставлю к компьютеру, да? Нравится она мне. Такая тяжелая, увесистая, наверное, большую себе поставлю. И, судя по всему, у меня эти колонки будут в продаже. Да, то есть я их буду закупать и продавать по цене продавца. Они мне очень понравились. Вам, надеюсь, понравились тоже. Ну, как минимум, вызвали интерес. Задавайте вопросы в комментариях. Постараюсь сделать отдельный обзор на эти колонки. Ну, опять же, если интерес будет. Если вам, ну, неинтересны эти колонки, да? То есть, ну, вот... Если у вас там две с лишним тысячи подписчиков, плюс там какое-то количество тысяч людей, кто это смотрит. Ну, неинтересно. Ну, неинтересно, неинтересно, да? И не буду, значит, обзор делать. Хе-хе-хе-хе-хе. Засим, думаю, все. Темнеет, пора бежать. Всем всего. До скорых встреч. Снова здравствуйте, дорогие мои. Пришлось даже немножко, видите, камеру отодвинуть, чтобы уместилось, уместилось, чтобы в видео, сколько у меня набралось посылок. Зб**ка, аккумулятор сдох. Еб**очный насос, б*****ь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...